Игра была тяжелая и интересная. Второй тайм особенно. И «Факел» мог забить, и мы могли забить в конце. Я думаю, результат закономерный. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Павел Пантелеевич Гусев, Дмитрий Факел, вашему услугу. Павел Пантелеевич, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями на матч. Считаю, если бы сегодня команда «Факел» выиграла эту игру, то, наверное, бы результат матча был не совсем справедлив. Считаю, что ничья в той игре, которую сегодня команда показала, она соответствовала соотношению сил на поле. Что касаемо содержания игры, провели игру очень слабо. Для домашней игры минимум количество созданных моментов, очень слабо контроль мяча. В средней части поле не совсем достаточного движения было. Поэтому результат такой на сегодняшний день. Пожалуйста, вопросы. Вопрос. В чем причина? Такое впечатление, что команда эмоционально никак не отойдет от кубковой игры из Чиртанова, в общем-то, не блестящий, мягко говоря, уровень был. Но там соперник был другой. Я согласен с вами. Где-то, может быть, да, немножко есть отголоски от тех игр, которые проводили мы в плотном графике через 3 на 4. И где-то эмоционально, наверное, не наверное, а точно эмоционально немножко выхолочили. Но в любом случае игра с торпедой – это уже история. И нужно было, скажем так, настраивать себя уже. Ну, Доля беру полную ответственность за этот результат на себя, потому что, прежде всего, я не смог настроить их и убедить в том, что в полутонах мы никого не обыграем. Хотя речь об этом шла и перед игрой из Чиртанова, и сейчас. Вот, к великому сожалению, к великому сожалению, сыграли не так, как должны были сыграть. Павел Патриевич, Иван Дряньков уже, который матч на себя лаврой Бровочника пытается примерить, что идет в ущерб его непосредственным прямым обязанностям. В общем-то, сегодня он там свое участие в пропученном мяче как-то обозначил. Ну, вот мы и говорили там, и про кубковый матч, когда там мяч полчаса летел. Да. Но к нему ли к одному есть претензии по игре в обороне именно, или вам как? Нет, претензии в обороне есть у меня не только к линии обороны. Да, в мяче, который был пропущен нами, Дряньков должен пойти, резче был и, может быть, даже фамилик в данной ситуации. Он оказался в полупозиции и ошибки. До этого из торпеда с его зоны забивался мяч. Сейчас будем смотреть, анализировать, делать выводы. Но если говорить только, что линия обороны вина, вот это не совсем правильно. Обороняются все. Вот сегодня большая претензия, огромная претензия у меня в плане оборонительных действий. Коли Жиляеву. Если в атаку он с удовольствием, когда мяч у него в ногах работает, бежит, то при потере мяча он просто выключался из игры и, естественно, что нагрузка ложилась на, дополнительная нагрузка на нашу линию обороны. Я предупреждал, что у команды «Витязь» быстрые, форварды, им давать в свободу нельзя. Предупреждал о том, что средняя линия, зазорами нельзя с ними играть, они очень хорошо контролируют мяч. К великому сожалению, то, о чем мы говорили, очень плохо выполнялось. Поэтому у них и контроль мяча такой был, что мы все время играли, скажем так, начинали атаковать тогда, когда у игрока соперника мяч уже в ногах был. Не в момент приема мяча, а в момент, когда он уже принял и набирал скорость. В такой ситуации отбирать мяч очень сложно. Поэтому и возникали проблемы. В центральной зоне у нас возникали проблемы при передачах, длинных передачах нашу стартную. Защитники практически все выигрывали. И Ревякин, и Могилевский в центральной зоне. У нас отсутствовал подбор, подбор со стороны Бекетова и Болонина в центральной зоне. Потому что они очень глубоко, очень глубоко садились. При двух нападающих у нас получалось четыре защитника и два центральных полузащитника. Шесть человек. И весь сброс сюда, в центральную зону, был у команды соперника. Поэтому они контролировали в центральной зоне больше мяча. К матчу в Рязани как будете готовиться? Все-таки соперник наступает на пятки. Будем готовиться. Сейчас прежде всего нам нужно... Эмоционально как-то проанализировать, проанализировать игру. Мы будем естественно и психологически, и физически готовить команду к этой игре. Она не ключевая, но во многом определяющая. Четыре очка, четыре... Уже сократился до четырех очков в разрыв. Поэтому мы прекрасно понимаем, что эту игру мы должны достойно провести, чтобы сохранить за собой такие убедительные лидирующие позиции. А что с котлером? У котлерово перелом лизинца. Перелом лизинца. Ну прошло... Это было накануне игры с торпедо. На предыгровой тренировке получил 24-го числа. Но к игре в Рязани, естественно, он готов не будет. Надеемся, что в домашней игре с Биранском, возможно... Единца на руке или на ноге? На руке. На руке.